Мы сегодня стали говорить о кодексе этики общественных наблюдательных комиссий. То есть этот кодекс этики предлагается принять общественной палате, совету общественной палаты. Но разработать и обсудить, конечно, должны все общественные наблюдательные комиссии, которые у нас сейчас функционируют в регионе. Со стороны субъектов проверки появились критика, появилось недовольство. Ну кому же нравится, когда их серьезно, глубоко и так вот остро проверяют. Общественные наблюдательные комиссии хорошо знают, какие основные проблемы стоят перед ними. Они знают те жалобы, которые постоянно в своих письмах отражают осужденные, заключенные, подследственные. Знают о том, какие острые самые проблемы сейчас есть. Жалуются наши заключенные на плохие условия содержания, на жесткое обращение персонала, грубое, жесткое. Говорят о том, что плохо обстоит дело с работой в колониях, например. Что не знают они, как им начисляется зарплата, тоже есть проблемы. Говорят, пишут и очень много о условно-досрочном освобождении. Наши наблюдательные комиссии тоже принимают в этом участие. Пишут о том, что их незаконно помещают в ШИЗО, ПКТ, ЕБКТ. Пишут о том, что их жалобы часто не доходят до общественных организаций, для прокуратуры, до вышестоящих организаций, куда они их направляют. Дело в том, что при попадании в наши места предупреждения содержания, как правило, за редким исключением, граждане Китайской народной округи совершенно не знают русского языка. Мы зашли, допустим, в колонии, недавно была 37-я колония, зашли, так сказать, в карантин, где осужденный находится примерно около месяца, для того, чтобы попасть уже на обычные условия. Так вот, сидят эти граждане КНР, там два человека в то время находилось, и сидят и русские, осужденные. Мы подошли, начинаем спрашивать, естественно, они ничего не понимают. Вот что там они делают целый месяц, непонятно. И в лучшем случае, чему они там могут научиться? Это, как говорят, в кавычках, разговаривать по фене, или наши могут осужденные научить их матерному какому-то языку. Берем, допустим, колонию 33-ю, там бывает от 10 до 30 осужденных тоже граждан КНР. За всю историю колонии, это несколько лет, не было ни одного случая, когда именно граждане иностранных государств уходили на УДО. То есть они могут воспользоваться правом условно-досрочного освобождения. То есть, как в песне поют, от звонка до звонка, а со срок отсидел. Они там по 6, по 10, по 15 лет, некоторые по 20 лет уже сидят. Обрещающиеся к администрации колонии говорят, а это не наша задача, это не наши вопросы. Осужденные, работая, исправно платят налоги фонды территориальные и федеральные обязательного медицинского страхования. Но никто из них не имеет полисы. Мы занялись этим вопросом с территориальным фондом, с администрацией области и пришли к выводу, что согласно законодательству каждый осужденный имеет право иметь полис, если он имеет паспорт, если он гражданин Российской Федерации. Когда невозможно предоставить какую-нибудь медицинскую услугу осужденным в колонии, их вывозят в гражданские больницы. Если раньше та же операция аппендицита делалась платно на основании договора между управлением Федеральной службы исполнения наказания Патонской области и областным здравоохранением, то теперь, имея полисы, все осужденным стали те же самые операции делать совершенно бесплатно. Дети, которые находятся в доме ребенка, не осуждены. То есть нет решения суда, почему они там находятся, почему они отбывают это же наказание. И одно из таких на сегодня, эти решения могут меняться в процессе, чем больше мы будем изучать эту тему. Предложений наших, таких больших, глобальных, мы как бы задачи на первостепенные, стратегические разделили. Это вывод домов ребенка из подчинения УФСИНа. То есть мы считаем, что УФСИН должен заниматься своим делом, охранными функциями, а детьми должны заниматься медики. То, что нас отличает от европейских стран, это все-таки наше отрядное содержание. То есть когда в отряде содержится более 100 мужчин, даже, может быть, если условия приемлемы, это, конечно, для них просто какой-то шок, поскольку для них уже считается нарушением прав человека это два человека. Когда мы три года назад приехали первый раз в колонию, и просто мы посещаем не только отряды, ШИЗО и так далее, но столовую, медицинскую часть, и столкнулись с такой проблемой. То есть пришли в столовую и раздавали селедку, три часа дня, мы спросили, скажите, пожалуйста, это у вас обед или ужин, или что это такое вообще? Ну, то есть там селедочка, буквально, не знаю, ложка каши какой-то ячневой, но сочни сначала как-то помялись, потом сказали, ну, вообще-то у нас ужин. Когда мы начали поднимать документы, оказалось, что для этого отряда ужин был в три часа, а завтрак в восемь часов. То есть это вот такой классический пример, как можно со стороны общества посмотреть на эту систему. И после этого, когда мы стали общаться с начальником, и он сказал, ну, в принципе, после шести есть вредно, то есть надо соблюдать фигуру, то это, конечно, для него на следующий день очень плачевно закончилось. То есть вот такая была ситуация у нас первая. Но после этого, конечно, в быстром порядке была отрегулирована вся система распорядок дня всех отрядов и всех учреждениях, и больше вот на сегодняшний день мы с таким не сталкивались. Продолжение следует...